Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается учащийся Куликовской средней школы Дмитрий Скворен Московской области Кулупаев Александр Не только от себя лично, но и от лица моих одноклассников Просим вашу помощь в решении вопроса о продолжении получения среднего образования в нашей родной сельской школе Статья 43 Конституции Российской Федерации предоставляет всем гражданам право на образование Чиновники всех уровней отказали нам в открытии 10 класса в нашей школе Предложили ездить в школу за 30 километров в одну сторону Как же тогда верить закону? Спасибо, с уважением и надеждой на вашу помощь Кулупаев Александр На днях к нам обратились жители Куликовского сельского поселения Они сообщили, что этим летом 5 выпускников 9 класса Куликовской средней общеобразовательной школы Получив аттестаты, одновременно получили отказ в их переводе в 10 класс данной школы Как говорят родители этих детей, им сообщили, что открывать класс на 5 учеников не будут И предложили продолжить обучение в других учебных заведениях Дмитровского района Вообще я живу в Куликове, вот мой дом, рядышком стоит И получается, я должна 12 или 15 километров ездить в другую школу И, конечно, это мне неудобно И получается то, что если, как они сказали, они нам выделяют карточку платы, которой будет ребенок ездить Мы не успеваем на автобусе Нам придется ездить за свои деньги на маршрутке Потому что там занятия начинаются в полдевятого А в Куликовской школе начинается в 9 часов Это одна единственная школа, у которой уроки начинаются с 9 утра Мы проживаем в поселке Луговой, это немножко удалено отсюда Но мы по ситуации вообще менять будем третью школу Потому что мы учились 2 года в Луговской школе По причине, опять же, не могли финансировать ее, так как она была начальная Нам ее закрыли, мы пришли сюда Теперь мы должны третью школу сменить А у меня одна единственная мысль, дочка, которая среди учащихся будет все остальные мальчики И мы должны ездить в другую школу, также платить за проезд, потому что на маршрутке мы не успеваем И почему мы должны так, если ездить в родную школу, где мы отучились столько времени Родители детей, желающих продолжить учебу в Куликовской школе, заявили, что у них отсутствует финансовая возможность, чтобы отвозить своих чад в Синьковскую школу в 30 километрах от дома По мнению родителей, отказ в открытии с 1 сентября 2017 года 10 класса в Куликовской средней общеобразовательной школе нарушает действующее законодательство И влечет в нарушение гражданских прав и охраняемых законом интересов и родителей, и детей Мы написали заявление директору Куликовской школе, получили отказ о приеме 10-11 класса Получили отказ и в устной форме было сказано, что одна на вопрос это решить не может Обратились мы также к Довженко Татьяне Юрьевне, получили отказ Отказы это аргументировано тем, что не набралось 15 человек, но у нас выпуск 19 человек был Далее мы обратились к заместителю главе района Виноградовой Елене Александровне, получили письменный отказ В письменном отказе мы тоже не увидели обоснования отказа нам Мы обратились также к прокуратуру города Дмитрово дважды Первый отказ у нас пришел ответ, что отправлено в Министерство образования Мы обратились к Захаровой, Министерству образования Захаровой Марине Борисовне Получили ответ, что она разберется в сложившейся ситуации Но видимо она разобралась, потому что стали поступать звонки В звонках нам стали, нашли наши номера телефонов Стали нам предлагать учить наших детей в других школах Дорогачева и Синькова Мы пообщались не на камеру с педагогами Куликовской средней школы И они заявили, что сами не рады сложившейся ситуации И для школы выгодно иметь как можно больше учеников И выпускать все классы, пусть не немногочисленные Чтобы считаться полноценным общеобразовательным учреждением Но финансирование класса на пять учеников под большим вопросом И решается этот вопрос пока не в пользу детей Ну у нас примерно такая же ситуация была Когда мы шли в 10 класс, у нас набиралось 6 человек Ну то есть разница в одного человека, как бы ничего не решать Но у нас тогда в принципе не так проблемно было И открыли практически сразу Это было какое время назад? Это 15-й год был И да? Да, ну съездили родители просто Татьяна Юрьевна Доженко И она подписала бумагу об открытии 10-го класса То есть проблемы, я думаю, проблем за два года Не должно было накопиться, чтобы не открыть этот класс Потом пять человек для Куликовской школы Это в принципе нормальный класс Потому что при общем количестве 250-260 человек в общем в школе Это в принципе приемлемо И при выпуске девятиклассников 19 человек Пять человек это больше четверти Куликовское сельское поселение Крупное муниципальное образование В него входит 38 населенных пунктов Значительно разбросанных друг от друга Если возить детей в Куликовскую школу Было зачастую проблемно для их родителей То поездки в то же Синьково или Рогачево Будут еще более проблемными Особенно в зимнее время года Сейчас поступила информация о том Что администрация готова предоставить им автобус Отдельный автобус, маршрутку Который будет возить детей в ближайшую школу То есть как компромиссный вариант? Да, как компромиссный Администрация пытается найти К сожалению, нет представителей администрации Хотелось бы задать им вопрос Насколько это правда? Что им готово Но родители настаивают на том Что дети хотят учиться в родной школе С теми педагогами, кто их вел Все эти годы Конечно же, педагоги с точки зрения образования Знакомы с детьми С их багажом знаний И им легче, наверное, их довести до 11 класса Ситуация в целом по району вам известна? Да, похожей ситуации Прямо таких острых сейчас в районе нету Но это не значит, что ее не надо решать С одной стороны, я считаю, что диалог должен быть Что вот сейчас здесь должны были представители Быть администрации нашей районной Представители образования Я думаю, что они сегодня здесь будут Для того, чтобы Его нужно в диалоге решать Его нельзя решать заочно Переписками Мы все должны понять Вот если бы я был бы в их положении Сейчас, как родители Наверное бы, я, может быть, еще был Более пожестче относился Потому что это мой ребенок И с этой стороны нужно понять людей Понять для родителей Что они действительно переспокоятся Итак, накануне важнейших финальных двух лет школьного обучения Пять вчерашних девятиклассников Пять семей Куликовского сельского поселения Столкнулись с очень стрессовой ситуацией Возможным переходом в другую школу Незнакомую, более удаленную Где классы с гораздо большим количеством учеников Нервозность детей и их родителей Понять можно Особенно учитывая, как сегодняшние школьники Боятся ЕГЭ и последствий его плохой сдачи Надеемся, в ближайшие дни Удастся найти правильный выход из этой ситуации Который будет соответствовать букве закона И удовлетворит интересы нуждающихся В образовательных услугах юных куликовцев На 1 июля мы увидели Что только четверо родителей Подали заявление администрации школы О зачислении в 10 класс Понятно, что открывать класс на 4 человека В ситуации экономической И в условиях подышевого финансирования Это просто невозможно Мы пережили в системе образования Очень сложный 15-16 год Когда на фонд заработной платы У нас в районе не хватало очень существенной суммы И только благодаря оптимизации штатных расписаний И контингента школ Мы вышли из этой сложной ситуации Поэтому я веду разговор с родителями Начиная с июня 2017 года Мы сказали родителям Рядом с вами, в ваших территориях Да, там большое поселение куликовское Там много деревень Там много сел Мы им сказали, пожалуйста Рогачевская школа прекрасная Она входит у нас в десятку лучших школ Дмитровского района Чуть подальше Синьковская первая Синьковская вторая Если не хотите идти в эти сельские школы Мы примем вас в любую городскую школу Кроме гимназии Мы даем возможность этим четверым детям Получить среднее общее образование Я думаю, что сегодня решающий фактор Для ребенка, который хочет получить Среднее образование на территории Дмитровского района Есть еще такое понятие Как качество образования Которое предоставляет каждая школа Вот мы предложили этим Четырем выпускникам 9 класс Оптимальные варианты сельских школ Редактор субтитров А.Семкин